О, родни, святого, радуйся, благодатная Мария, Господь, слава. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие мои, вот еще прошла одна неделя. Наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в святой храм и с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Во время она человек некий приступи к Иисусу, ему же имя Иаир, и той князь сонми щубе, и пад при ногу Иисуса, умоляш его в нити в дом свой, я качи единородно би ему, я калет двою на десяте, и та умираша. Игда же идяша народы у гнетаху его, и жена суща в точении крови от двою на десяте лету, я же врачем издавши все имения, и невозможи ни от единого истелити, и преступщися сзади, коснуйся края ризы его, и обеастаток крови я. И рече Иисус, кто есть, коснувайся мне, отметающимся же всем. Рече Петр, и же с ним, наставниче, народы одержаться и гнетут, и глаголище, кто есть, коснувайся мне. Иисус же рече, прикоснуйся мне, некто, азбочу к силу, исшедшую из мене. Видевши же жена, яка не утаися, трепещущу прииде и падче пред ним, за нюжевину прикоснуся ему, поведа ему пред всеми людьми, и яка исцеле абия. Он же рече, дерзай, дерзай, вера твоя спасетя, иди в мире. Ищи ему глаголюще, прииде некий от арсенагога глаголюще ему, яка умрет щит твоя, недвижи учителя. Иисус же слышал, отвечая ему в глаголе, не бойся, токма веруй, и спасена будет. Пришед же в дом, не оставя ни единого в нити токма Петра, и Анны, и Якова, и отца от раковицы и матери. Плакахуся же все и рыдаху я. Он же рече, не плачетеся, не умре, бонос спит. И ругахуся ему, ведещая, ка умре. Он же изгнав бон всех, ем за руку я, возгласи глаголя, от раковица восстани. И возвратися дух я, и воскреси абия, и повелеете ей ясти. И дивистося родители я, он же повеле им, а никому же поведайте бывшее. Евангельское чтение очень такое эмоциональное, как Иоир пришел к Спасителю Господу нашему Иисусу Христу, просить о дочери своей, которая умирала. 12 лет девочке. Иисус направился к нему домой, потому что Он просил, чтобы Он пришел. Он пошел. Было очень много народа, шли очень медленно все, были рядом люди. И тут остановка. Господь Иисус Христос спрашивает, кто коснулся Меня. Сначала они могли понять, но потом жена, когда Он сказал, я слышал силу, и шедшую из Меня, женщина призналась, что она сзади коснулась края ризы Его и исцелилась. Она 12 лет болела болезнью кровоточения, и никто, никакие врачи не могли ей помочь. Это была ее последняя надежда. Она призналась в этом. И Господь сказал, вера твоя спасла тебя, иди в мире. И пошел дальше. И в это время, представляем состояние этого Иаира, он спешит, дочь умирает, невозможно идти быстро. А тут еще эта остановка, и тут вдруг приходят люди и говорят, умерла дочь, недвижий учителя. Иисус Христос сказал Ему, не бойся, она не ушла, она будет спасена. И они пошли. Когда они пришли домой, Господь всех удалил, и когда Он говорил, что она не умерла, а спит, некоторые даже возмущались, как, мы же видим, что она умерла. Господь оставил Иоанна, Петра Якова, и мать, и отца вошел и исцелил эту девочку. Великая радость, великая милость Божия. Хотелось бы обратить внимание наше на Ира, князь Сонмищу, иудеи, а мы знаем, как иудеи многие относились к Спасителю, Господу нашему, Иисусу Христу. Но он поверил, он все эти, оставил все в стороне, и побежал, поспешил просить помощи. И Господь отвечает ему, идет. Мы представляем, какое состояние, умирает дочь, хочется быстрее двигаться, столько людей, и вдруг это остановка, это женщина. И Аир смиреннейшим образом ждет. Он понимает, если так есть, значит так надо, если Господь это все делает. И когда потом исцелилась эта женщина, и уже нужно идти дальше, страшная, приходит новость, дочка умерла. Он ни слова, ничего не говорит, терпит. Спаситель говорит, идем дальше. Приходят. Люди говорят, да умерла, чуть ли, что тут? Аир верит. И Спаситель приходит и исцеляет эту девочку. Какая радость, как нужно благодарить Бога за это. И действительно, это очень важно. Но я хотел бы, дорогие, обратить наше внимание на то, как нам вести себя, вот слыша это евангельское чтение, как нам себя вести, когда Господь не сразу слышит наши просьбы. когда Господь, мы просим, молим, а не получается, что-то мы хотели. Вот сегодня нам даны ответы. У каждого свой крест. Каждый человек должен созреть, если можно так человеческим языком выразиться, духовно, чтобы принять эту милость Божию. Почему женщина на одно прикосновение и она выздоровела? Да потому что 12 лет она мечтала об этом. Мы можем представить, сколько у нее за 12 лет всего прошло. Мы можем представить, как она хотела увидеть Спасителя. И она получила это. Мы сможем посмотреть на Ира. Да, недолго, но как он терпел. Он ждал. И как ему было тяжело, он бы мог сказать, ну, по-человеческому нашему такому пониманию, Господи, потом с ней расстелись ее, давай быстрее туда, покуда дочка еще не... Нет. Он верил, что Господь все может. И он ждал. И он шел. И он получил, что просил. И он изменился. И дочь жива. И радость великая. Вот так, дорогие, в нашей жизни мы часто просим, не получаем то, что хотим. Получаем. Одни получают сразу буквально, Господь посылает. Другие через какой-то период надо потерпеть. Смиривайся, до конца спасен будет. И надо осознавать, что вот сейчас, когда мы живем здесь, на земле, это не вечность, это время, временное наше пребывание. это временное наше жилище. И когда мы живем здесь, мы должны думать о том, что будет дальше. То есть, есть душа, есть другая жизнь, есть материальная, это еда, это труд, это вот такое, что мы делаем на земле. Но есть духовная жизнь, которая нас соединяет с той жизнью, которая будет впереди. И вот каждый из нас должен думать и стремиться к этому, но мы, к сожалению, окунаемся в эти боевские заботы и пропадаем в них. И вот поэтому и вот эти искушения, болезни, трудности возникают у нас. Это не наказание, это милость Божия. Это милость Божия, что мы останавливаемся от этой суеты житейской и думаем, что дальше будет, как сохранить эту жизнь, чтобы жить дальше. Но, дорогие, мы должны осознавать, что эту жизнь мы сохранить должны не для того, чтобы исцелиться, вот как исцелилась женщина, исцелилась дочь, и жить, как жили. Нет. Уже пройдя этот период жизни, пройдя трудности, мы должны измениться и жить совсем по-другому, жить ближе к Богу, жить более религиозной жизнью. Я бы хотел привести очень достойный еще пример. Митрополит Антоний Сурожский, у него очень тяжело болела мать. И они знали, врачи сказали, что болезнь тяжелая, она, ну, два-три года, она уйдет. Естественно, все здраво смотрят на жизнь, и они смотрели. И не решили это провести время достойнейшим образом, чтобы приготовиться уйти из этой жизни к Господу. И были молитвы, и были литургии, и были причащения, и были беседы, и все это время они были вдвоем. Господь, Господь давал силу митрополиту, чтобы он помогал матери, и они вместо проходили этот путь. И казалось бы, все, Господь должен исцелить мать, и она должна быть здоровой стать, а кажется, нет. Пришло время, и она отошла ко Господу. Отошла с миром, отошла с радостью, отошла с верой, что жизнь не окончилась, а жизнь продолжается, другая жизнь, жизнь с Богом. Вот мы, дорогие, должны это осознавать, когда у нас возникают трудности, вот такие болезни. Да, мы цепляемся за эту жизнь, мы хотим пожить на земле, но мы должны понимать, что мы должны изменить эту жизнь, и нам Господь даст эти годы не для того, чтобы мы еще больше погрязли в грехах, а чтобы мы стали ближе к Богу, чтобы мы жили с Богом. Серафим Саровский, он не боялся смерти, он знал уже, когда придет, даже сказал, что случится, когда он будет умирать. И он пошел с радостью. И многим святым и власть Божия Матерь говорила, что когда они уйдут из этой земной жизни, и они не боялись, они не сопротивлялись, они с радостью принимали это, и многие ждали это. Вспомним апостола Павла, сколько ему приходило страдать, на краю смерти стоять, он говорит, я готов, я наоборот жду тогда момента, когда я уйду ко Господу. И это очень важно. И вот сегодняшнее евангельское чтение нам большое назидание. Господь слышит наши молитвы. Господь любит нас. И Господь заберет каждый из нас тогда, когда мы будем ближе всего к Нему. В молодости, в старости, в средние годы один Господь знает, когда этот момент наступит. Но мы должны к этому моменту стараться быть готовы. Мы должны принимать это. И когда у нас есть трудности, мы должны просить у Господа помощи. Да, выздоровление для этой земной жизни, чтобы жить достойно, чтобы унаследовать ту жизнь, вечную жизнь, жизнь с Богом. И в данном случае мы видим, что как вот это евангельское чтение показывает нам об этом пути, что у каждого свой путь. Это женщина. Представьте, насколько она изменит свою жизнь. Выстрадав столько, она получила, что просила. И неужели уже будет охота тратить время на какую-то пустоту, а не идти к Богу? Аир, представьте, сколько он пережил и увидел чудо. Господь только кого он исцелил? Сына вдовы, дочь Аира, Лазаря. Вот мы знаем по истории библейской, конкретные лица. И представьте, насколько он изменится его жизнь. Мы надеемся на это, что он стал великим проповедником Христа и дочка его, которая будет жить. Она также пройдет жизнь с Богом и дай Бог, чтобы и ушла к Богу. Поэтому и мы, дорогие, имея эту жизнь земную, не должны ее растращивать, а жить достойно, переносить трудности, болезни, идти к Господу. Господь всегда поможет. Главное, чтобы мы были с Ним и тогда придем к Нему в Царство Божие. Аминь. Бог на помощь, ангела хранителя. Главное, Господь, Субтитры создавал DimaTorzok